Музыка Компания «Экопласт Штанца Украина» представляет видеоотчет проекта систем вентиляции и кондиционирования воздуха термического участка завода «Сталь-Канад-Сиул» город Одесса. Музыка Ранее заказчику будет представлено 5 вариантов концепции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Первый вариант. Подача подготовленного приточного воздуха снизу, с левой и правой дальних сторон участка непосредственно в рабочую зону. Удаление отработанного воздуха сверху через светоэрационные фонари. Второй вариант. Подача приточного воздуха методом вытесняющей вентиляции снизу, как в рабочие зоны с дальних сторон цеха, так и по всему периметру участка непосредственно в зоны с источниками теплового поступления. Удаление воздуха, как и в первом варианте, сверху через светоэрационные фонари. Третий вариант. Подача приточного воздуха методом вытесняющей вентиляции по всему периметру участка термообработки. Удаление воздуха при помощи крышных вентиляторов, расположенных по всей длине участка, с преобладанием в низках наибольших тепловлагоизбытков. Четвертый вариант. Подача подготовленного приточного воздуха методом вытесняющей вентиляции, как и в предыдущих вариантах. Вытяжная местная система вентиляции на основе локальных вытяжных зонтов, установленных непосредственно у источников тепловлаговыделения, а также вытяжная общеобменная вентиляция на недостающий объем удаляемого воздуха при помощи системы аэрации. Пятый вариант. Система приточной общеобменной вентиляции, система вытяжной местной вентиляции, как в предыдущем варианте, но вместо системы аэрации, применение общеобменной вытяжной механической вентиляции на основе крышных вентиляторов. Исходя из конструктивных особенностей здания, непосредственно технологического процесса, эффективности и рациональности, заказчикам был выбран третий вариант Для успешной реализации проекта, для подтверждения корректировки математических расчетов, для уточнения движения воздушных, температурно-влажностных, распространения примесвязовых отходов производства А также для достижения расчетной и максимально эффективной производительности и воздухообмена тернического участка в целом было произведено трехмерное численное CFD-моделирование Требованиями к объектам такого рода Заданы определенные значения подвижности воздуха и температуры в рабочей зоне и на выходе воздухораспределительных устройств Равномерное и эффективное удаление отработанного воздуха системами вытяжной вентиляции Геометрическая форма размещения настройка воздухораспределительных и воздухозаборных устройств по аэродинамическим показаниям в первом приближении проводилась с учетом их взаимного влияния в условиях участка травления Моделирование проводилось путем расчета полей скорости, температуры, влажности, давления, плотности, пассовой концентрации примеси и других параметров на основе численного решения, уравнений газовой динамики и переноса измечения Геометрия расчетной части помещения воспроизводилась со всеми подробностями в масштабе 1 к 1 Для решения поставленных задач рассчитывались дополнительные параметры, в которых на локальных моделях проводилась верификация фрагментов общей расчетной модели Сеточная модель пространства проводилась на большом числе поперечных и продольных сечений В частности, моделировали следующие климатические ситуации Первоначально, для определения последующей общей концепции воздухораспределения, моделировалось теплового воздушное состояние микроклимата, движение температурных и воздушных потоков термического участка с учетом поступлений воздушных масс и смежных цехов в существующем состоянии без применения системы вентиляции Прогнозирование производилось с учетом устанавливаемого в будущем технологического оборудования После этого моделировались климатические ситуации, исходя из различных вариантов расположения приточных диффузоров Их количество производительности, расположение и производительности вытяжных вентиляторов с различным числом исходных данных в разные временные периоды эксплуатации при применении вентиляционного оборудования, основанного на принятой и согласованной ранее концепции Далее производились исследования и детальный анализ полученных результатов на предмет принятия наиболее эффективной концепции по производительности, типоразмеру и размещению воздухораспределительных и вытяжных устройств в результате достоверного прогнозирования, после чего было произведено итоговое CFD-моделирование. Согласно произведенного трехмерного численного моделирования была определена окончательная концепция воздухораспределения, приняты технические решения по реализации и разработке проектной документации, были внесены корректировки по расчетному сечению воздуховодов и типоразмеру воздухораспределительных устройств, были произведены дополнительные расчеты CFD-моделирования с различным числом исходных данных для достижения эффективного результатов. В результате анализа моделирования были определены достоверное расположение и количество и типоразмеры приточных диффузоров, оптимальный воздухообмен и холодопроизводительность приточных агрегатов, производительность, количество и расположение вытяжных осевых вентиляторов. Системы приточной вентиляции предусматриваются на основе моноблочных агрегатов и центральных кондиционеров. В составе вентиляторная группа, воздухоохладитель, двухконтурный испаритель, компрессорно-конденсаторный блок, панельный фильтр с классом очистки G3, воздушный клапан с электроприводом, шумобмешитель, сервисная камера, струйная система автоматики и акциональное оснащение. Центральные кондиционеры приточных систем устанавливаются непосредственно в помещении термического участка на специальных монтажных площадках с доступом для технического обслуживания, капитального ремонта и замены. Согласно технологических условий, приточные системы обслуживают две отдельные зоны термического участка, правое и левое крыло помещения цеха, системой подготовки воздуха, фильтрации охлаждения в теплые переходные периоды года, и имеют возможность автоматического и ручного управления и регулирования воздухообмена и холодопроизводительности. Система воздухораспределения термического участка устроена следующим образом. Ввиду особенностей конструктива здания, высокие потолки, большая протяженность по длине участка, а также особенности микроклимата, большие тепловыделения, пониженная влажность, вредные выделения газовых продуктов отхода производства, для наиболее эффективного использования климатических систем и снижения энергозатрат, как на сам процесс вентиляции, а также на дальнейшую эксплуатацию, запроектирована система вентиляции и кондиционирования воздуха методом вытесняющей вентиляции, с применением низкоскоростных воздухораспределителей, подающих очищенный подготовленный воздух, слабо неизотерническими ламинарными потоками непосредственно в рабочую зону, с малой скоростью и небольшим температурным перепадом. В качестве систем воздухораспределения запроектированы промышленные, приточные и низкоскоростные диффузоры шведской фирмы Линдап. Для данной организации воздухообмена приточный воздух поступает в нижнюю зону и не смешивается с воздухом помещения, а вытесняют его вверх, где теплый и загрязненный воздух удаляется вытяжной вентиляцией из верхней зоны. В результате этого в помещении обеспечивается постоянный приток чистого воздуха и поддерживается параметр комфортного микроклимата. Для обеспечения нормируемых и комфортных условий пребывания людей в рабочих зонах и работы технологического оборудования проект выполнен согласно украинских и международных нормы стандартов по оценке и прогнозированию микроклимата и воздействию его на человека, таких как индекс комфортности по фангеру, показатель оценки микроклимата людей, основанный на тепловом балансе тела человека, ожидаемый процент неудовлетворенных качествам среды, процент количества ощущающих дискомфортных сквозняков и другие параметры. Компрессорно-конденсаторные блоки устанавливаются на круге здания на отметке 9,5 метров на опорных рамах с применением виброизоляторов. Забор приточного воздуха производится со стороны фасада. Дорожные решетки установлены на отметках 4,7,5 метров. Система вытяжной вентиляции предусматривается на основе осевых вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в верхней зоне на отметке 11 метров в опорных проемах аэрационных фонарей. Для предотвращения попадания осадков применены гравитационные дисковые обратные клапаны. Проект включает раздел по изготовлению металлоконструкций, опорных рам и кронштейнов для крепления оборудования и воздуховодов. Также произведен расчет на грузы. На всех вертикальных участках подключения воздуховодов к диффузорам предусмотрена установка дроссель-клапанов для регулировки вентиляционных сетей. А приточные низкоскоростные диффузоры, в свою очередь, оснащены регуляторами направления потока воздуха, что позволяет менять режим работы с горизонтального распределения на вертикальное, в зависимости от температуры приточного воздуха. В связи со сложностью замеров воздушных потоков низкоскоростных воздухораспределителей при пусконаладочных работах, предварительно рассчитаны углы открытия дроссель-клапанов с внесением данных в проектную документацию. Для предотвращения утечки подаваемого воздуха во время транспортировки применены воздуховоды класса П, плотные. Все воздуховоды, фасонные изделия, воздухозаборные решетки, регулируемые устройства дроссель-клапана, изготавливаются из листового пулепропиена, производства Германии. Изготовитель «Экопласт» штанца «Украина». Проект предусматривает автоматизацию климатических систем. Также разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, по охране окружающей среды, энергоэффективности и мероприятия по ограничению шума и вибрации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...